Перун – самый известный языческий бог древних славян на сегодняшний день. Его идол был возведен князем Владимиром, как главное божество в пантеоне богов для поклонения в Киевской Руси. Однако с приходом христианства тот же правитель скинул Перуна с пьедестала почета, параллельно изменив ход нашей истории. Но почему Перун был столь почитаемым у наших предков? В лучшем случае на сегодняшний день нам известно, что он звался громовержцем и изображался как крепкий воин с секирой. На деле же управление молниями – это лишь малая часть его силы. Перун покровительствовал князю и его дружине. Из всех мужских богов он, конечно, не являлся старшим, а скорее был самым яростным, могучим и страстным. Его отец Сварог – мужское воплощение рода, олицетворение мужского начала. Родитель вместе с братом Перуна научил ковать сына и обращаться с огнем. Матерью громовержца была Лада – женское воплощение рода, олицетворение женского начала. Сложно сказать, что именно Перун позаимствовал у нее. Возможно, ту самую страстность, что скорее свойственно женщинам, чем мужчинам. Но, может, я ошибаюсь. Много мифов связано с Перуном. Один из них рассказывает о похищении его и его сестер с Киперзмеем. Подземное царство, где Перун был усыплен в сном беспробудном, а сестры обращены в чудовище. Оттуда вызволять их отправились по указу Лады старшие братья Сворожичи в обличии Алконосца, Стратима и Сирина. Разыскали, разбудили Перуна с помощью живой воды, а тот зарубил Змея Лютого в ярости своей и расколдовал сестер. Другая легенда гласит о том, как нашел жену свою Перун, Диву Додолу. Увидел, полюбил, да замуж позвал. Та, испугавшись его, расплакалась и убежала. Не отступился жених, к отцу ее пошел, да ее. Победил вместе с ним чудовище морское, напавшее на них, целью Диву Додолу похитить. Оттого сблизились, дал согласие свое Ды на свадьбу. И, наконец, третья история повествует о вражде Перуна с соперником Велесом, что в ту Диву Додолу сам влюблен был. Привлек Велес Диву в прекрасный цветок, обратившись, соблазнил, да понесла богиня от него. О, сколь разгневал был муж ее, как лишь родилось у нее дитя невинное, так обратил супружницу свою в божию коровку Перун и вызвал Велеса на лютый бой. Три дня они бились, да равны силы были. Изгнал тогда громовержец при поддержке родных Велеса с царства прави и обрек на долгие скитания между мирами. Противостояние Перуна и Велеса у древних славян связано еще было с тем, что громовержец отражал законы людские, защищал народ и помогал в битвах. Велес сотворял законы природные, а как известно, люди со своими требованиями миру часто нарушают спокойствие природы. Таким образом и родился изначально конфликт этих двух явлений природы и людей. Несмотря на всю их неприязнь, эти два бога по легендам всерьез друг другу не вредили, проделки их скорее можно сравнивать с мелкими пакостями. Но если соблазнение чужой жены, можно так воспринимать. Кстати, легенду умалчивают, простил ли Перун свою диву или она такая салость божьей коровкой. В любом случае, супружница их объединяет еще и общая дочь, что с батюшкой своим сражалась за право быть владычицей прави. Видно, унаследовала гордость отца и ярость его. Проиграла ему в битве правда и со слезами винилась ему опосля по девичьи. Перун простил ее, помирились. С матушкой ее итог же неизвестен. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова